Теория по программе, конечно, создана не вчера. Был даже длиннющий период, когда эта теория входила в школьную программу. Очень надеюсь, что вероятность она и войдет в школьную программу, потому что если бы таким штук учили бы во всех общепасовательных школах на 5-м, 6-м, 7-м, 8-м классе, нет, не с корнями, а с рациональными численными, то огромное количество проблем у школьников бы исчезло. Представление о том, какая дробь больше, какая дробь меньше, когда имеешь дело с дробями, сразу становятся гораздо более реалистичными. А главное, что это приятные упражнения. Ведь почему в большинстве своих школьники любят очень дроби? Потому что непонятно, а зачем мы их в таком количестве складываем, умножаем, что-то такое с ними делаем. Эти такого типа упражнения, конечно, передают всему смысл. И, соответственно, энтузиазм добавляют у учащихся. Ну ладно, мечтать оно всегда хорошо, и, в общем, конечно, хорошо было бы, но давайте хотя бы это сделаем в пределах этой аудитории. Так вот, ребята, теория цикдокторопии, она, конечно, уже в несколько сотен лет существует, и, соответственно, вот Гула доказал свою теорему в начале 19 века. До него Лагранж доказал теорему о том, что у любой квадратичной иррациональности, квадратичная иррациональность – это решение квадратного уравнения с целыми коэффициентами, что у любой квадратичной иррациональности цепная и дробь периодична, соответственно, еще до Гула. Но совсем дал произошло маленькое чудо. А именно, австралийский математик Вайлд Бергер сумел рассказать это абсолютно понятным образом. То есть, смотрите, великий математик Гаусс написал книжку «Арифметические исследования», в которой много всего рассказал о преобразовании квадратичных форм. Это замечательно, действительно, большая, серьезная наука. После него эти преобразования квадратичных форм развивались дальше, и в результате, что называется, в большой математике, о квадратичных формах люди знают очень много, по-настоящему много. Очень-очень-очень много. Но Вайлд Бергер понял, что можно существенный кусок этой науки объяснить настоящему, просто. И в результате из трудной-трудной теоремы, которая была, теорема Гула, для доказывающего ее Гула, и теорема Лагранжа тоже всегда непросто доказывалась, это все переходит в разряд «ну это же очевидно». В математике очень многие вещи, которые были сначала трудно доказаны и были с большой наукой, постепенно переходят в разряд «ну это же очевидно». И здесь так произошло. Ребята, пожалуйста, послушайте, попытайтесь проследить, удовольствие, честное слово, получите. Это действительно очень красиво. Давайте я сейчас временно забуду, вообще забуду 20-м, ребят. Вообще все уберу, все и поговорю о преобразованиях квадратичных форм.